всех приветствую в этом видео постараюсь показать как измерить ток утечки на audi a6 c7 у меня есть подозрение что какое-то из устройств у меня немного высаживает аккумулятор либо проблему с аккумулятором вот я решил с этим разобраться это уже второе моё видео на эту тему первом видео допустил серьезную ошибку спасибо людям в комментариях то что меня поправили оказался действительно не прав мой мультиметр не поддерживает измерение постоянной силы тока для этого я заказал другой мультиметр который эту функцию позволяет измерить силу постоянного тока сейчас покажу как понять какой мультиметр вот такой у меня был здесь вот сила тока она только переменная то есть клещами можно поменять, померить только силу переменного тока. Здесь вот такая вот модель UT203+. Здесь она позволяет измерить как DC ток постоянный, так и AC ток. Так, вообще девайс прикольный, стоил около 2000 рублей на Алиэкспрессе. Позволяет искать проводку, прозвонка нормальная, даже подсветка тут есть дисплеем. В общем, классная, удобная штука и можно это кольцо, наконец-то, одной рукой переключать, потому что этот нужно куда-то класть, либо второй рукой выбирать нужный режим. Наверное, обзор не буду делать, потому что я особо не электрик, в этой теме не сильно шарю, но вот с помощью вот этих вот, этого мультиметра можно измерить ток утечки без разъединения. Кто-то говорит о том, что можно измерять достаточно даже дешевым мультиметром, который без клещей таких вот, но нужно будет в разрыв поставить, в разрыв цепи, то есть отключить минусовую клемму, подключить один щуп к аккумулятору, второй щуп к клемме, и грубо говоря запитать машину через мультиметр. Это опасно тем, что при больших сил тока может сгореть мультиметр. Говорят о цифрах примерно 10 ампер. В общем, на заведенную машину точно не проверить силу тока. С помощью этих клещей можно проверить и на заведенную, и со светом. Короче, более безопасно, я бы так сказал, для мультиметра и для бортовой сети автомобиля. Ну что ж, приступим. Открываем багажник, вытаскиваем запаску, и вот здесь вот у нас аккумулятор. Плюс-минус понятно. Включаем мультиметровый режим измерения силы тока постоянного. И вот так вот. Сейчас потребление получается 5 ампер. 5,9. Зажигание не включено. Поставлю на охрану, получается 5 ампер. Это дофига. Ставим на охрану и ждем, пока машина заснет. Спустя 2 минуты показывает уже 1,7 ампера. И вот так вот ток потихоньку, чуть-чуть снижается. Сейчас посмотрю, что пройдет, когда хотя бы минут 5. Спустя 5 минут показывает 0,9 ампера. Это достаточно много для тока утечки. Должно быть хотя бы 50 мА. То есть 0,05. Сейчас 0,8. Что-то поджирает. Или пока еще оно не ушло в сон. Решил, что может быть из-за открытой крышки багажника машина не засыпает. Поэтому решил сейчас закрыть багажник. Включаем подсветку. Как раз пригодится сейчас. Так. Вот. и наблюдаем за током утечки из салона, когда машина полностью закрыта. Какие могут быть еще мысли? Значит, с этой проблемой на самом деле я уже давно как-то меряюсь, потому что в блоке управления ошибка давно. Все может быть из-за того, что вот регистратор у меня подключен напрямую. И он пишет по датчику движения. Плюс сейчас установил еще новый плафон. Про него тоже говорили, что возможна утечка. Поэтому сейчас сидим в машине и наблюдаем. Да, кстати, вот сейчас понизилось ток, но все равно очень высокий. Спустя 10 минут машина какой-то звук издала и ток подрос до 3 ампер. Что-то как будто проснулось. Все потребление 2 ампера. Напоминаю, машина стоит уже минут 10-15 на охране. Все двери закрыты. Спустя еще 5 минут ток упал до 300 мили ампер. Ждем дальше. Потому что посмотрел информацию о том, что типа автомобили ауди должны потреблять 50 мили ампер часов. Где-то на за рулем точка ручь вот такое написано. Не знаю насколько достоверной информации и каким именно ауди это относится. Но надеюсь хотя бы 100 мили ампер часов получить. Прошло уже 20 минут. Ток утечки уже что-то в районе 250 мили ампер. Попробую сейчас выключить видеорегистратор. здесь видеорегистратор подключал не я поэтому не знаю где находится его разъем питания точнее блок питания. отключаем его и смотрим что получилось. Регистратор отключения практически не повлияло. Также 200-300 миллиампер сейчас потребление также где-то 200 миллиампер и в качестве эксперимента я хочу сейчас отключить этот плафон. Я уже открутил один винтик сейчас отключу питание вот это красное и посмотрим что получится. После того как отключил питание что-то где-то там проснулось типа CD-ченджера то есть машина да проснулась 5 ампер то же самое и теперь нужно дождаться когда оно снова упадет. похоже что дело не в плафоне и не в регистраторе потому что также показывает 0.3 в районе 250-300 миллиампер то есть что-то где-то на 3-4 ватта потребляет прошло еще 10 минут суммарно уже минут 20 и ток все равно скачет в районе 200 миллиампер соответственно могу сделать что это не регистратор и не плафон что остается какой-то из блоков либо зарядное устройство для регистратора сейчас попробую включить зажигание смотрите какая сила тока будет при включеном зажигании включен зажигание включен свет ближний вентилятор дует и смотрим какая сила тока около 20 ампер для эксперимента включаю аварийку там получается сколько 4 лампочки посмотрим как меняется сила тока плюс минус 5 ампер что в принципе похоже на правду сейчас двигатель запущен холодный запуск смотрим сколько ток зарядки показывает около 15 ампер но пока все еще 10 ампер еще один момент в предыдущем видео я не указал что нужно включить свет обогрев все вентиляторы чтобы померить потери тока до аккумулятора вот сейчас я все включил смотрим какой ток приходит на аккумулятор плюс минус и ток приходит 14 из 76 77 если меньше 14 то это уже надо проверять кабель на этом завершаю видео таким можно сделать выводы ток утечки у меня есть 200 300 миллиампер это не очень большой если рассчитывать в теории в принципе с таким током утечки дней 10 автомобиль может простоять дальше уже под вопросом хотя недавно был на море практически две недели и автомобиль после отпуска запустился нормально буду ли я что-то делать наверное нет скорее всего все-таки проблему не найду ток утечки все-таки не такой большой если он был бы больше ампера тогда можно было бы уже бить тревогу было бы интересно также увидеть какой ток утечки в ваших автомобилях особенно аудио 6 и 7 у кого из подписчиков есть было бы прямо замечательно сравнить нормально это ненормально может просто автомобиль действительно такой умный куча электроники куча всего и столько потребляет вот так что пишите комментарии подписывайтесь ставьте лайки всем пока